дорогие друзья приветствую вас давайте обсудим что происходило и какие у нас планы на будущее обращаю ваше внимание что вот завтра ставка cb 1300 скорее всего на 025 срежут но тут будет какое-то движение рублю связи с этим по паре рубль-доллар так по нефти нефть от меня очень беспокоит смотрите вот нефть падает вот если как бы все нормально никаких эксцессов она завтра с утра должна скачать она подошла к своему сильному уровню локальной поддержки 63 вот соответственно она вот отсюда должна завтра с утра пойти наверх чик-чик-чик-чик вот на 63 6 64 и 1 если она не пойдет наверх это конечно плохо потому что тогда с учетом текущей ситуации вот она может ближайший день 2 на 62 44 пойти ну посмотрим как событие будет разворачиваться как завтра откроется нефть это влияет на курс рубль-доллар я делаю ставку на то что скорее всего завтра с утра нефть отрикошетит и будет расти но не исключено что она вот уйдет и вот сюда ну и соответственно вот тоже уровне движения не 62 61 3 там внизу находится волшебный 59 5 который если пробиваем то как пикирующий штурмовик идем вниз глубоко как этот по нефти так газпром попозже так вот я вот сейчас смотрю по фьючерсу потому что локально глобально здесь наверно смысла рассматривать нету вот прошлый раз когда было снижение ставки 14 июня доллар против рубля проседал но снижение ставки она как правило ослабляет национальную валюту потому что она уменьшает привлекательность для кэри трейда вот и соответственно все начинают финансовые институты ходил ставки на эту валюту из нее выходить соответственно снижение ставки классическом случае приводит к ослаблению валюты у нас в июне было не так сейчас конец месяца 25 числа заканчиваются налоговые выплаты поэтому доллар может усилиться против рубля тем более если как бы нефть будет продолжать падать не отрикошете от уровня поддержки то соответственно завтра с утра мы можем увидеть 63 9 и может быть даже повыше 64 по фьючерсу вот но здесь какие сценарии все знают что ставка будет снижена на 025 может быть даже на 05 скорее всего 025 то есть эта новость она национальную валюту ослабляет поэтому здесь наиболее логичный сценарий завтра с утра сходить на 63 964 и после этого как бы насчет плавно укрепляться ты на объявлении ставки в час если нет совсем не провалится то вот он уйдет на 63 5 может быть даже на 63 и 450 здесь сегодня по низким ценам крупный объем доллара купили поэтому наверно с утра вот как вот обычно последние дни падения доллара к рублю не будет то есть здесь закупка произошла мощная долларов соответственно этот объем его не выжгли здесь поэтому скорее всего вот с утра где-то вот сюда вот пойдем и потом на объявление ставки если 025 объявит будет укрепление если 05 то может даже и повыше пойти на последнее время центробанк очень хорошо поддерживает курс рубля поэтому наверно все таки никаких резких движений завтра не будет к сожалению так это у нас рубль-доллар как на давайте наш нас от национальное благосостояние наше но давайте мы с вами возьмем четырехчасовой график вначале но смотрите здесь вообще жесть была у нас накануне накануне сегодняшнего дня пошли пошла информация что аффилированная структура газпром распродает там он порядка двух или трех процентов акций газпрома соответственно когда эта новость начала выходить наружу то он ну как бы сначала одни узнали не широкий круг там какие-то избранные то есть начало падать с утра когда это стал достоянием общественности то вообще то есть газпром пролили очень капитально то есть вот он пробил ряд важных уровней сейчас давайте часовой график поставим так он пробил ряд важных уровней здесь вот стопы сработали на 208 и соответственно он сходил и после этого отрикошетил так что нам ждать сейчас вот смотрите сейчас вот он отрикошетил вот здесь у него образовалась проторговка на вот сильном уровне 252 и 7 начал падать вот у него ближайшая цель при движении вниз это 217 6 вот здесь была мощная проторговка он скорее всего до нее дойдет и следующая цель это 212 навряд ли вот сюда его потащат ближайшее время на 208 206 то есть этот панический удар был вот поэтому завтра с утра скорее всего либо он от немножко вот сюда вот просядет на эти уровни ли он сразу пойдет вверх но это наиболее вероятность и надо опять же я не предсказательный нострадамус так вот соответственно он получается никак не может в этот диапазон зайти чтобы закрепиться вот он получается вот находился в диапазоне где были маленькие объемы но он уже немножко наторговал так вот 4 часовой график вот смотрите у него ближайшие цели на будущее это будет 232 и 5 и 238 и 5 вот здесь очень мощные проторговки были он будет стремиться восстановиться во первых вот в этот канал войти и потом отработать эти вот уровни когда вот он в этом диапазоне зайдет и проторгуется у него будет шанс ну пойти наверх и следующий уровень будет 250 если он идет наверх на пока движение наверх она несколько под вопросом давайте недельный график посмотрим видите вот здесь была двойная вершина это такая графическая модель разворота вот начало вот вторая вершина вот реакционное дно так называемое вот и в одной из интерпретаций этой фигуры движение вниз идет на высоту от одного из пиков до реакционного дна вот этого то где-то 20 22 единицы получается соответственно 231 минус 22 это получается где-то 207 208 вот сюда то есть мы сюда сходили и мы получается эту двойную вершину разворотную модель мы ее отработали то есть сейчас у бумаги появляется шанс на рост вот здесь еще была разворотная медвежья формация то есть после таких вот свечей правило актив начинает падать но вот этот мощнейшая свеча которую вынесла у нее объем за неделю ощутимо меньше чем сейчас за четыре дня вот этот волчок образовался который свидетельствует о торможении ли прекращение тенденции вот соответственно здесь уже очень большой объем прошел поэтому вот то что здесь произошло она дает шанс на то что газпром будет по крайней мере какое-то время от скотч что-то сюда вот будет двигаться наверх не сто процентов но вероятность достаточно высоко так вот цели движения давайте поднив к мы посмотрим цели движения здесь вот у нас 230 232 вот здесь мощный объем вот этот по торговочку видите то есть она сюда будет стремиться в эту зону ну и локальные цели на меньшем таймфрейме я вам сказал то есть вот он когда закрепляется в этом канале вот на эту цель он пойдет потом если здесь все будет благополучно он скорее всего пойдет на 249 и ты вот здесь тоже не проторговка достаточно ощутимая так и вот соответственно после того как он на эту проторговку сходит он может тестировать вот это максимальное значение либо будет в этом диапазоне колебаться вверх не сходить так это у нас газпром так мы давайте посмотрим оставшиеся две популярные бумажки это сбер ну вот по зверь по сберу я вам озвучил что скорее всего будет наверх отскок действительно вот здесь образовалось двойное дно вот и цель движения по этому двойному дну в ближайшие дни это 237 то есть никаких армагеддонов не будет сберут отсюда наиболее вероятно пойдет вот сюда на 237 может быть даже чуть повыше 237 и 9 то есть вот в этом диапазоне он должен цель отработать если он вот эту цель отбивает отрабатывает все нормально 237 и 9 особенно она больше волнует это открывает возможность для движения вот сюда на 242 и 9 не факт конечно но вот такой вполне может быть но сбербанк здесь все очень скучно как с газпрома триги нету вот но и наша последняя великая мега бумага это втб так ну вот втб в этом канальчике торгуется видите вот здесь для того чтобы он все-таки набрался сил и постучался вот сюда вот и потом пошел на 47 может быть 52 ему нужно топливо порох для того чтобы порох появился акция должна сходить вниз зарядиться положительной энергии соответственно вот для такого движения то есть он он может вот здесь вот вяло-вяло-вяло колебаться потом дорасти сюда вот и от этого уровня скорее всего отрикошетит пойдет вот сюда но для того чтобы вот он уверенно ударился в этот уровень возможного пробил и пошел выше здесь скорее всего нужно движение вот то произошло сюда на 42 и вот сюда у него была проторговочка 41 397 вот если он сюда вот краткосрочно уходит то потом как бы он здесь на торгуется наберет позицию очень высокая вероятность что он прям сразу молниеносно отсюда полетит вот к этому уровню здесь либо сразу прошьет на 47 либо постучиться потом начнется по торговка в этом диапазоне и потом на каком-то ходе может быть на втором может быть на третьем скорее на втором он пробил пробьет этот уровень идет повыше вот но это если не будет потрясения армагеддонов соответственно внутри наиболее такие интересные бумажки я вам рассказал думаете делаете решайте спасибо за внимание до свидания